Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Саулья Байгалиева. Сурдоперевод Жангуль Женусова. И смотрите в этом выпуске. Общественность вводит заблуждение. Руководство автопарка «Семейбаз» сделало заявление после выступления властей области о причинах критической ситуации перевозчика. Всю зиму незаконно сбрасывали снег с мусором со всего города. Руководство исправительного учреждения пожаловалось на антисанитарию прилегающей территории. В этом году рамазан начнется 13 апреля. Семьи разъяснили санитарно-эпидемиологические условия проведения священного месяца. Споры вокруг автобусного парка, созданного в семье два года назад, пока не утихают. Администрация области обвиняет руководителей предприятия в халатной растрате денег. У перевозчика же другая точка зрения. Руководство утверждает, что проблема автопарка возникла из-за непредоставления руководством области положенных субсидий. Теперь последствия этого вынуждены испытывать на себе простые люди. За время деятельности товарищества Семей Бас было приобретено 170 новых автобусов. Но с тех пор качество пассажирских перевозок стало только ухудшаться. Водители неоднократно протестовали из-за задержек заработной платы. Количество автобусов на линии сократилось. Представители администрации области утверждают, что причиной этих проблем является неправильная организация работы руководителями автопарка. Общая задолженность Семей Баса составляет около 2 миллиардов тенге. Как показывает анализ, даже без учета задолженности перед БРК-лизингом в сумме 1,1 миллиард тенге, предприятие допустило кредиторскую задолженность по заработной плате, по налогам и иным платежам в сумме 830 миллионов тенге. С этим утверждением категорически не согласен директор автобусного парка. По его словам, задолженность возникла по причине невыплаты положенных субсидий. Что же касается обвинения в растрате средств, то по информации Булата Киришпекова, предприятием приобреталось элементарное для работы и не в таких ценах, как указали чиновники. Больше всего меня удивило абсолютное обвинение в необоснованных тратах на офисную мебель, архтехнику и инвентарь. Причем речь не идет о том, что мы купили что-то дорогое или по завышенным ценам. Вопрос стоит о том, что это вообще, по мнению чиновников, поступать не надо было. В этой связи у меня есть вопрос к господину Смотлаеву. Как он представляет себя организацию работу вновь созданного предприятия с численностью 500 человек, без мебели, без офисной мебели, сотрудников элементарных столов, стульев, компьютеров, притров и так далее. Пока администрация области и автопарк продолжают доказывать, кто из них прав, а кто виноват, страдает простое население. Восемь вечера движение автобусов останавливается. Если раньше не выйдешь, то придется идти пешком. Автобусов нет. Ждешь автобус не меньше одного часа. С избытком ждешь очень долго. Сокращение количества общественного транспорта напрямую связано с финансовыми трудностями автопарка. Из-за отсутствия субсидий перевозчик не может полноценно запустить весь имеющийся подвижной состав. Например, сейчас на стоянке из-за отсутствия водителей и различных поломок находятся более 50 автобусов. Местный Акимат обещает обеспечить стабильную работу общественного транспорта в любом случае. В свою очередь, руководство товарищества «Семей баз» намерено по закону получить полагающиеся ему субсидии. В противном случае предприятие просто не сможет продолжить свою деятельность. Жители же надеются на положительное решение вопроса и на то, что работа общественного транспорта, наконец, будет налажена. Саулья Байгалиева, Самат Секенов, Ержан Джахапсерик, Нуртаза, телеканал «Семей». Территория исправительного учреждения УВС-156-15 превратилась в мусорную свалку. Всю зиму сюда вывозили незаконно, сбрасывали снег и бытовые отходы с улиц города. С этой проблемой сотрудники учреждения обратились в нашу редакцию. По их словам, неоднократные обращения в ответственные органы остались без ответа. Подробнее в следующем видеоматериале. Администрация и сотрудники исправительного учреждения УВС-156-16, расположенного в городе Семей, обеспокоены санитарным и эпидемиологическим состоянием колонии. Причиной послужило то, что на территории объекта строгого режима сваливались некий мусор, вывезенный из городских улиц. В целях решения возникшей проблемы руководство учреждения неоднократно направляло письмо в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы привлечь внимание к проблеме, были опубликованы и видеозаписи в социальных сетях. Учреждение УВС-156-15 неоднократно направляли письма в отдел ЖКХ с просьбой расчистить остатки снега и мусора на территории нашего учреждения. Кроме того, обращались к руководителю ЖКХ, но до настоящего времени никаких мер не предпринималось. Эта проблема актуальна почти два года. По словам сотрудников учреждения, снег и мусор мешают движению служебных автомобилей. Кроме того, из-за талого снега вероятна возможность обрушения стен ограждения. Это, в свою очередь, опасно для работы колонии. В соответствии с законодательством Республики Казахстана, вблизи учреждения на расстоянии около 50 метров не должны размещаться посторонние объекты, рассказали в администрации учреждения. Согласно 63-му приказу, на территории нашей колонии не должно быть никакого мусора. А то, что вывозится снег с мусором к нашему учреждению, во-первых, говорит о несоблюдении эпидемиологических требований. По данному вопросу мы обратились в отдел ЖКХ и жилищной инспекции. По словам специалистов, они в курсе данной ситуации. Проблема будет решена в этом месяце, говорит главный специалист отдела. В этом году по левому берегу города Семей, нами заключен договор на вывоз неорганизованных свалок. С середины апреля месяца у нас начинается работа по вывозу тех же свалок. В этом году работы продолжаются. Эта территория будет расчищена полностью. В течение недели будет расчищена эта территория, потому что там мусор весь разбросан. Сотрудники колонии строгого режима обратились за помощью и к экологам, чтобы решить существующую проблему. Главное, чтобы такая ситуация не повторялась из года в год, говорят они. Функционирование правового государства является одной из важных исторических задач современного общества. С момента обретения суверенитета в правоохранительной сфере Казахстана проводятся многочисленные реформы, совершенствуются нормы закона. Все это направлено на снижение преступности. Так, по данным управления полицией города, с начала текущего года уровень преступности в семье снизился на 10%. О работе полицейской службы в своем интервью нашему телеканалу рассказал руководитель управления полицией города Шалкар Кунанбаев. Начало трудовой деятельности руководителя управления полицией семьи Шалкара Кунанбаева совпало с первыми годами независимости Казахстана. За плечами 29 лет службы в органах внутренних дел. По его словам, нынешнее развитие правоохранительной сферы несопоставимо с первыми годами независимости. Если раньше информационная система велась в бумажном виде, то сегодня большая часть этого процесса переведена в электронный формат. Кроме того, на высоком уровне находится оснащенность материально-технической базы, говорит Шалкар Кунанбаев. Наша нынешняя материально-техническая база ничем не уступает самым развитым странам мира. Мы сейчас находимся в центре оперативного управления. Он позволяет посредством видеонаблюдения контролировать основные перекрестки в нашем городе, а также общественные места. За годы независимости по инициативе Эльбасы было проведено множество реформ с целью максимального развития сферы и формирования правовой культуры. Совершенствование норм законодательства информационно-технологической системы позволило снизить количество нарушений, отмечает глава управления. По итогам первого квартала текущего года в городе Семей зарегистрировано 1285 преступлений. Это на 10% ниже, чем в прошлом году. То есть в прошлом году было зарегистрировано 1414 преступлений. В том числе на 7% сократилось количество особо тяжких преступлений. Тяжких преступлений стало меньше на 40%. Исходя из этих данных, можно сказать, что криминогенная ситуация в нашем городе стабильная. Работник полиции должен вершить правосудие и предотвращать нарушение прав человека. Их задача сегодня – стать узнаваемыми для народа, защищать его права. С этой целью реализуется принцип приближенной полиции. Наша основная цель – реализация этих принципов. Это значит, что каждое обращение, которое поступает к нам, должно быть своевременно и справедливо рассмотрено. И по каждому обращению должны быть даны конкретные ответы. Мы в полной мере работаем по этому принципу. Надеемся, что в будущем это повысит имидж полиции и приведет к повышению доверия населения к полиции. По словам Шалкара Хунанбаева, общественный порядок всегда в центре внимания сотрудников правоохранительных органов. С момента обретения суверенитета отечественная правоохранительная система многократно подвергалась многочисленным реформам. До сих пор продолжается совершенствование норм закона. Все это направлено не только на снижение преступности, но и повышение уровня доверия граждан к полиции. Саулия Байгалиева, Беребек Хармбай, Айдо Сайт Калиев, Телеканал Семей. В Карауленском сельском округе, относящемся к городу Семей, сегодня проживает около полутора тысяч человек. Десять лет назад здесь остро стояли вопросы питьевой воды, отсутствие дорог, интернета и другие социально значимые проблемы. Местные жители неоднократно писали письма в правительство с просьбой решить накопившиеся проблемы. Сегодня они постепенно решаются. На территории бывшего Абраинского района города Семей находится пять сельских округов. Абролинский, Айнабулагский, Акбулагский, Алгабасский и Карауленский. Самой большой проблемой в регионе с общей численностью населения более 3700 человек являются дороги. Долгожданный ремонт увидела трасса республиканского значения Семей-Кайнар. Первоначально на 318 миллионов тенге средним ремонтом было охвачено 12 километров данной магистрали. Затем проделан текущий ремонт еще около 100 километров стоимостью 254 миллиона тенге. В 2020 году на ремонт 38 километров дорог из республиканского бюджета выделялись 900 миллионов тенге. Раньше, чтобы добраться до города, у местных жителей уходило 5-6 часов. У иногородних на это уходило 8-9 часов. Сейчас же мы доезжаем до города за 3,5-4 часа. Дороги ремонтируют, их состояние улучшается. В течение нескольких лет наше село преображается. Многие переехали в город. 2-3 года назад здесь сделали дорогу. Провели нам чистую питьевую воду, как в городе. Все это заслуга депутата Межлица парламента Нуртая Салихулы. В рамках программы Нурлыжол и развития регионов до 2020 года начата работа по подаче питьевой воды в село Кайнар. Для этого на 472 миллиона тенге проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью более 30 километров. Сделана парковая зона. Сейчас на 750 тысяч тенге разработана ситуационная схема, в том числе для полигона твердых бытовых отходов. В связи с тем, что в село поступает вода, мы составляем карту с обозначением мест слива канализационной воды. А Дому культуры будет передана 12-местная машина «Газель» для выездов на гастроли. В последние годы села обеспечиваются питьевой водой и высокоскоростным интернетом, что должно повысить качество жизни сельчан. Саулья Байгалиева, Бердбек Харамбай, телеканал «Семей». В «Семее» работает центр «Ах-Улпан-Алары». Данная организация открыта с целью проявления заботы о женщинах, подвершись бытовому насилию. Благодаря центру они получили возможность участвовать в государственных проектах и повышать уровень своей профессиональной квалификации. Общественное объединение «Ах-Улпан-Алары» создано в октябре 2020 года при поддержке Центра защиты семьи города-семей. Здесь наряду с одинокими и многодетными матерями оказывается помощь малообеспеченным семьям. Мы начали работать. Создание самого объединения было 16 июня 2020 года. Но до объединения, до создания этого объединения мы на протяжении двух с половиной лет уже работаем с такой категорией слоев уизвленных населения. Потому что мы сталкивались с проблемами именно тех слоев, которые были вопросы разного вида. Это жилье, также были вопросы каких-либо пособий, устройства на работу, развитие бизнеса, который безвозмездный грант давали от государственных программ. В целях поддержки и защиты матерей, испытавших насилие в быту, открыты аналогичные центры в городах Уржар, Зайсан и Айагос. В целом по семейскому региону около четырех тысяч матерей получают услуги в центре материнства Ах-Улпа. Одна из них – Жамал Жулдасова, воспитывающая пятерых детей. В 2019 году я получила безвозвратный грант по программе «Бизнес Бастау» и взяла швейную машинку. Этим сейчас и занимаюсь. Сейчас мы проводим мастер-класс в новом центре семьи города-семей. Все это благодаря нашей независимости. В центре помимо материальной помощи женщинам оказывают психологическую поддержку. С этой целью здесь работают два специалиста – психолога для детей и взрослых. Все это результат поддержки со стороны государства, говорят члены общественного объединения. Вакцинация в семье проводится по плану. Эксперты напоминают, что российская вакцина «Спутник Ви» вырабатывает иммунитет коронавирусной инфекции. Но сегодня медики считают это единственным способом предотвратить распространение вируса. Врачи города призывают жителей пройти иммунизацию. По их словам, у привитых к сегодняшнему дню жителей семьи побочные эффекты отсутствуют. Вакцины нужно получать без опасений. После того, как пациент придет по приглашению любого медицинского учреждения, его осмотрит врач. Измерят температуру, артериальное давление, наличие аллергии. После получения подробной информации и обследования будет сделана прививка. Согласие самого гражданина. Поэтому, уважаемые граждане, ваше здоровье в ваших руках. Приходите на добровольную вакцинацию против COVID-19. В этом году священный месяц Рамадан начинается 13 апреля. О строгом соблюдении санитарных правил в этот период говорили сегодня на брифинге с участием главного имама Смейского региона Асхара Абитай-Уле и главного санитарного врача города Берега Тлибалдина. В период месяца Рамадан в мечетях города будет уделяться особое внимание соблюдению карантинных требований. Санитарные правила должны соблюдаться во время пятничной молитвы, тараох-намаза и во время поста Ораза. Необходимо поддерживать социальную дистанцию, а имамы и верующие должны носить маски. По словам главного имама области, дистанция между посетителями должна быть не менее двух метров. В мечеть будет допускаться не более 10 человек одновременно. В зал бракосочетания допускаются только два свидетеля. Эти ограничения могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и в соответствии с решением главного санитарного врача области. Также был озвучен размер Патерсадака. В этом году он составляет 420 тенге. Стоит отметить, что Рамадан начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. 13 мая отмечается Ораза Айт, а в ночь с 8 на 9 мая – Хадартун. Никому нельзя говорить плохого, ведь наши предки всегда говорили беречь себя, и тогда Бог тебя убережет. Мы не должны расслабляться, только потому что сейчас начинается месяц Рамадан. В этот священный месяц Рамадан мы все должны соблюдать санитарные требования и стараться не нарушать их. В исламе забота о своем здоровье, забота о своей жизни, не причинение вреда себе, также не причинение вреда другим. Это долг каждого. В последнее время вы видите, читаете, слышите через средства массовой информации. В целом ситуация с эпидемией коронавируса ухудшается. Таким образом, мы должны очень тщательно соблюдать эти меры предосторожности. И я призываю всех вас не нарушать санитарные требования. Компания Семсад завершает строительство оптической сети интернета по технологии Джипон для жителей частного сектора Татарский край. Теперь они имеют уникальную возможность пользоваться пакетом высококачественного цифрового телевидения и услугами высокоскоростного интернета. В ближайшее время компания планирует предоставить такую возможность для жителей других районов города Семей. Компания Семсад впервые в нашем городе применила технологию Джипон в частном секторе. Отметим, что ранее она применялась только в многоэтажных домах. Данная технология отличается высокой скоростью, помехоустойчивостью, надежностью и отвечает всем современным требованиям в сфере коммуникационных услуг. Надо сказать, что компания Семсад собственными силами проложила оптический кабель по всем улицам частного сектора Таткрай. Мы предоставляем жителям уникальную возможность высокого, надежного доступа в интернет, чтобы пользоваться всеми услугами цифрового телевидения и высочайшего интернета. Джипон – это оптическая технология, технология доступа по оптическому кабелю. Суть в том, что оптический сигнал проходит по оптоволоконному кабелю от нашего центрального узла связи до самой квартиры, до самого устройства абонентского. По сути, каждый абонент компании Семсад получает свой выделенный канал связи, по которому он без всяких внешних помех сможет пользоваться выгодными для него услугами. Актуальность данного проекта подтверждается тем, что в адрес компании не раз поступали обращения жителей частного сектора с просьбами обеспечить их качественным интернетом. Мы проводим анализ сети постоянно и очень частые обращения граждан, особенно с частного сектора, с просьбой установить им высокоскоростной интернет, такой же, как в этажных домах. Для этого приходится прокладывать именно оптический кабель, который именно имеет такую возможность. Житель Таткрая Раиль Минвалиев, узнав о новой оптической сети, проложенной компанией Семсад, сразу же подключился к услуге. Сейчас он не жалеет о своем выборе, так как всегда хотел, чтобы в его частном доме был быстрый интернет и качественное цифровое телевидение. Это очень классный интернет, очень хороший. Я выбрал игровой, 50 мегабит в секунду, летает очень хорошо. Я увлекаюсь компьютерными играми, и он меня полностью устраивает. И устраивает мою маму. Самое главное, то, что показывает очень хороший телевизор, 100 каналов и отличное качество. Пока высокоскоростной интернет доступен еще не во всех частях города. Первыми счастливчиками стали жители татарского края, которые уже успели по достоинству оценить преимущества услуги. Следующий на очереди район Каскрая. Самат Секена, Султамбек Уралбеков, телеканал «Семей». Смотрите нас также на сайте семей.тв.кз. А я напоминаю, что единственным эффективным способом защитить себя от COVID-19, по мнению медиков, является вакцинацией. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова